Более подробно эту тему с Александром Кочетковым обсудим. Это политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению. Александр, здравствуйте. Рада вас приветствовать. Добрый вечер. Приветствую вас. Поясните, пожалуйста, риторика Путина. Очередные ядерные шантажи, очередные ядерные угрозы, которые слышали на протяжении всего периода полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Где та грань, где Путин может фальшивить, а где реально применить это ядерное оружие? Грани нету фальшивить. Он постоянно... Британские аналитики, кстати, подсчитали, что за полтора года, первые полтора года войны, Россия на официальном уровне угрожала Украине ядерным ударом 38 раз. 38 раз за полтора года. А дальше даже английские аналитики заколебали все это дело подсчитывать. Эти бессмысленные, жидкие, непересекаемые линии. Единственное, почему сейчас все обращают внимание, что это сделал не полоумный Медведев, не какой-то там депутат Госдумы, которых даже в России считают, я извиняюсь, идиотами, не принимающими никаких решений. Это сделал лично Путин, не двойник. Выбрался из своих там казематов на свет белый поближе к камерам, поближе к входу, что если что, чтобы можно было опять в норку спрятаться. И лично рассказал про то, что там удары в губерсии, это прямое участие НАТО, кстати, всю войну они рассказывают, что боюют с НАТО, всю войну они слышат, якобы там с фронта слышат американскую речь, канадскую речь, бельгийскую речь, австралийскую речь, ну то есть тех языков, которых не существует на планете, но относятся к нацовским странам, и вот постоянно они это дело слышат. Что нужно четко представлять? Много заговорили о каких-то переговорах, они скорее всего будут промежуточными, наш президент об этом говорит, что там возможны варианты, весь мир об этом говорит, Китай, Индия, все оживились, то есть явно будет какой-то там промежуточный, вряд ли с результатом, но промежуточный какой-то этап, потому что западным избирателям, западным обществом они привыкли, что постреляли и постреляли, и сели за стол переговоров, ибо у них не экзистенциальные войны, а продолжение политики. То есть какие-то экономические интересы, там все такое, понятно, что они тут же садятся за стол переговоров, у них нет ситуации, когда Россия, ядерная держава, пытаются уничтожить Украину совсем. Поэтому, чтобы западные политики могли продолжать поддержку Украины, нужно сделать некий промежуточный этап. Вот мы сели за стол переговоров, вот ничего не получилось, извините, придется поддерживать Украину и дальше вооружение. И разрешение на дальнобойные удары, они не переломят ситуацию на фронтах, поскольку ракет-то у нас слишком мало, Атакамсов и Сом Шэдоу, ну и, возможно, Джасм там появится, но все равно переломить ситуацию на фронт они вряд ли смогут. А вот улучшить переговорную позицию, в частности, улучшить ситуацию в Курской области, да и в Донецкой области, они как раз могут. И этого боится Путин. Почему он сейчас вылез и начал рассказывать в 145-й раз про ядерную угрозу? Потому что появление вот этого разрешения резко ухудшит их теоретическую переговорную позицию, когда они настаивают на том, что отдайте нам то, что мы там частично захватили, а хотим отдать нам все эти области. Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую. Украина симметрично говорит, мы там присутствуем в Курской области, тогда отдавайте нам Курскую область. Еще и в Белгородскую зайдем, отдавайте нам Белгородскую. То есть абсурд получается. Вот этого он боится и пытается напугать. Но единственным критерием, на который стоит обращать внимание, это реальные испытания ядерного оружия. Неважно, тактического или стратегического. Вот если это произойдет, а скрыть такие испытания невозможно. Четко будет понятно, какие ядерные боеприпасы используются для испытания. Их перевозка будет отслежена со спутников. Все развитые страны, Китай, Соединенные Штаты, практически все страны НАТО, имеют очень точную слетящую аппаратуру. Сейсмографы и так далее, которые четко зафиксируют, если будут ядерные испытания, какой боезаряд использовался и какие его характеристики. То есть, насколько это ядерное оружие реально боеспособно. Вот, собственно говоря, Путин пугает, но боится провести ядерные испытания, поскольку может оказаться, что боеспособного ядерного оружия, во всяком случае тактического, у России-то и нет. И они боятся в России, в Кремле, тот же Путин боятся оказаться голым. Тогда просто от них все отвернутся, и оказывается, что у них с ядерным оружием сплошной блеф. Так что до проведения успешных, не дай бог, испытаний рассматривать все эти угрозы всерьез нельзя. И я не имею права давать какие-то советы нашим партнерам Белому дому, но вот это вот обращение внимания на шантаж Путина, оно как раз подыгрывает агрессору. Вот эта вот бявость определенная, которая происходит в Белом доме или, скажем, в Германии, вот она как раз подыгрывает. А раз нас боятся, значит, нам можно все, значит, мы можем продолжать террор. Очень надеюсь, что в обозримом будущем решение будет, и оно будет не скрытым, ну, решение по разрешению дальнобойных ударов для Украины, оно будет открытым, подчеркивающим, что цивилизованный мир перестал бояться ядерного шантажа. Александр, а если говорить, скажем так, о политическом аспекте, что из себя представляют ядерные испытания? Вот они еще при Советском Союзе проводились, и почему сейчас вот это заявление столько внимания привлекает? Что из себя представляют эти самые испытания? Ну, последнее испытание на территории России было в 90-м году. С тех пор испытания не проводились. И, в общем-то, что там было с ядерным оружием в период этих лихий к 90-м, как оно там хранилось на этих ядерных базах? А ядерных баз в Советском Союзе-в России там было более 30, и были там такие региональные хранилища, были местные хранилища, менее обширные, и их надо периодически, эти боеприпасы ядерные, проверять, контролировать, температуру контролировать, давление, еще кучу параметров, чтобы знать, что оно находится в нормальном состоянии, и все равно часть из них боезапаса извлекать, отвозить на завод производитель, есть там в Сибири, и разбирать, и убеждаться, что ядерные материалы у этого боезапаса в нормальном состоянии, что он, в принципе, боеспособен. Там есть стареющие материалы в ядерном оружии, есть стареющие материалы, это и само активное ядро, это и оболочка из высокопрочных материалов, прочность их уменьшается, это и источник нейтронов, без которых не запустится цепная реакция, то есть там есть чему стареть, это все надо проверять. Ядерные испытания наиболее простые и понятные, это в глубокой шахте, естественной, или шахтеры там вырыли где-нибудь в Кузбассе, туда опускается боезапас, и он подрывается дистанционно, естественно, происходит сейсмическая волна, отбегает несколько раз земной шахт, но никаких нарушений нет, никакие радиоактивные материалы наружу не вырываются. Таких испытаний раньше проводилось достаточно много, но, я подчеркиваю, даже при этом подземном испытании, характеристики ядерного боеприпаса будет точно известна, причем в Штатах, об этом узнают даже раньше, поскольку у них компьютеры лучше, они быстрее обработают результаты этих испытаний. Есть вариант испытания в воздухе, где-то на высоте не менее 20 километров производится воздушный взрыв, ну, воздушная волна ударная, тоже несколько раз отбежит земной шар, естественно, все опять-таки зафиксируют ядерное испытание и зафиксируют его успешность или неуспешность. И если это будет достаточно высоко и близко, скажем, к Европе, то это даже можно будет эту вспышку пронаблюдать. В принципе, американцы проводили наземное испытание только на воде в районе Атолова. Ядерный взрыв либо под водой, либо на поверхности воды, но это то же самое, что подземное испытание довольно близко, в уединенном месте довольно близко, по сути. Российские пропагандисты рассуждают о демонстрационном ударе, где они там высоко-высоко, на Черном море, чтобы все ужаснулись, либо на своей территории, чтобы на всякий случай не было страшно, чтобы этот, грубо говоря, на Турцию ядерное обооко не пошло или еще куда-нибудь. Вот такие типы ядерных испытаний бывают, но они как Кремлю расскажут, что у них с ядерным оружием, так и всему НАТО расскажут, в каком состоянии действительно находится ядерное оружие-агрессор. Тут же еще возникает момент следующий. Вот, как говорил Андрей Коваленко, он является руководителем Центра противодействия дезинформации при СНБУ Украины, он сказал, что Путин прибегает к ядерным угрозам только тогда, когда Европейский Союз, в целом Запад, принимает серьезные решения. Это решение, учитывая информационный резонанс, как вы считаете, касается ли как раз нанесения удара вглубь территории России? О чем вы частично уже ответили в самом начале? Да, в первую очередь это касается этого решения. Значит, боится все-таки Российская Федерация и путинская диктатура нанесения ударов вглубь территории России? Безусловно. Это явно ухудшает ситуацию и явно ухудшает их попытки выдавить вооруженные силы Украины из Курской области, там же от пленных и по радиоперехватам мы получаем информацию, что в этом месяце есть у них приказ выдавить наши вооруженные силы. Вряд ли у них, естественно, это получится. Да и в следующем тоже непонятно как. А как выходить тогда на переговоры и настаивать на отторжении каких-то территорий от Украины, если у тебя у самого точно такая же проблема с твоей территорией? Вот поэтому она нервничает. А ракеты, которые нам могут дать, они же начнут перерезать логистику. Не только мосты, а базы, в том числе аэродромы. Сейчас на Курской области очень активно работает российская авиация. Наша тоже, но российская очень много работает. И на свою территорию сыплют вот этими корректируемыми авиабомбами. Мы бы с дальнобойными ракетами сумели бы это ну не полностью прекратить, но серьезнейшим образом подкорректировать. Вот этого и боятся. Усиление, пускай там не стратегического, но тактического усиления вооруженных сил Украины, в Кремле как раз и боятся. Ну, а все-таки ядерное оружие это оружие защиты, да? Ну, а тут получается Путин шантажирует просто применением, да? Ну, по сути, по его, скажем так, идее, которая закладывалась при его... Нет, нет, нет. Ядерное оружие впервые было применено как оружие нападения Хиросима, Нагасаки. Это в тот период, когда вооруженные силы Соединенных Штатов наступали и пытались разгромить Японию, они нанесли такие удары, которые в конечном итоге и привели к капитуляции, ну, там, вместе с союзниками усилия на всех фронтах, но эти удары серьезным образом подвели военщину Японии к капитуляции. Как правило, все рассуждают о том, что ядерное оружие это оружие, это не оборонительное, нет, это оружие сдерживания, то есть наличие мощного ядерного потенциала у страны как бы гарантируют, что на нее не нападут. Не нападут хотя бы с применением ядерного оружия. Вообще-то в мире считается, что против неядерной страны применять ядерное оружие невозможно. Это абсолютно недопустимо и поэтому это оружие и называется неконвенционным. То есть нет в мире, кроме первого случая, который весь мир ужаснул, вот это Хиросима и Нагасаки, весь мир ужаснулся. После этого считается, что ядерное оружие может быть только ударом ответным на уничтожение агрессора, который начал действие против ядерной державы. Это оружие возмездия, оружие сдерживания, которое не допускает ядерных войн. То, что делает Россия, полностью противоречит и всем конвенциям, и всем договоренным, и всем элементарному здравому смыслу. Александр, огромное вам спасибо, что вы нашли время присоединиться к эфиру. Напомню, Александр Кочетков, политехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению. С нами был Набреев в связи. В телеграм-канале Freedom только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok,